Девушки отдыхают Пять дней спустя Япония капитулирует Новое супероружие применено дважды, чтобы остановить войну и сохранить жизни американцев Такова общепринятая версия, которую кое-кто сейчас подвергает сомнению Бомба была применена, и потому, как бы это ни было ужасно, это оправдывалось Но это миф, всего лишь миф Катастрофы не случаются просто так Каждый предшествует цепь решающих событий Распутаем судьбоносные решения и отсчитаем последние секунды до катастрофы Нагасаки, забытая бомба Центральная часть Тихого океана Авиабаза Тиньян 9 августа 1945 года Сержант Уильям Барни и его коллеги из 509-й смешанной группы Готовятся к сверхсекретному вылету на бомбометание Им предстоит сбросить на Японию Толстяка Вторую американскую атомную бомбу Первая, Малыш, поразила Хиросиму тремя днями ранее Соединенные Штаты надеются бомбардировками склонить Японию к капитуляции Мы все думали, что на этом, может быть, все закончится Что войне придет конец Барни, оператор радара самолета Грейт Артист Одного из трех главных участников операции Его задача измерения характеристик ударной волны взрыва Биг Стинг должен запечатлеть взрыв на кинопленке А бокс-кар сбросить бомбу В 2500 километрах, на островах Японии На протяжении 8,5 месяцев крупные города подвергались массированным бомбардировкам ВВС США Семьи по всей стране, как и семья Сакуи и Шимахиры, живут в страхе новых бомбежек Мы часто спали в бомбоубежище Но 8-го мы впервые за долгое время легли спать дома Два часа 49 минут Б-29 Суперфорд Ресбокскар поднимается в воздух Его пилот, майор Суини Командир операции Бомбардир Бихан отвечает за сброс бомбы В хвосте самолета находятся штурман Джим Ван Пелт И командир Эшворд Из всех находившихся на борту он был наиболее осведомлен о принципе действия бомбы Экипажи приступают к пятичасовому перелету Вначале они перестроятся над островом Якусима Чтобы вместе подойти к цели К городу Кокура 7 часов 50 минут Американский самолет пролетает над домом Сакуи Мама сразу разбудила нас и сказала Скорее в бомбоубежище, может начаться бомбежка Она велела нам ни в коем случае не покидать убежище И не возвращаться домой В нескольких километрах 18-летний Сумитеру Танегучи разносит письма Почтальонам было нельзя прерывать работу из-за сигналов воздушной тревоги Поэтому я не отправился в бомбоубежище Это самолет-метеоразведчик, не бомбардировщик Воздушная тревога отменена Люди начинают выходить из укрытий Но мать Сакуи, повинуясь странному предчувствию, приказывает ей и сестре оставаться там Восемь часов десять минут Бокс-кар приближается к острову Якусима Подходим к месту встречи Понял вас, Джим Приступаем к набору высоты для бомбометания Грейт Артист прибывает чуть позже Когда мы подошли, Бокс-кар был уже там Третьего самолета не было Биг-стинка нигде не видно Поскольку им дан строгий приказ сохранять радиомолчание Они не могут связаться с опаздывающим самолетом Они начинают кружить Пока мы были там, мы получили метеосводки от самолетов-разведчиков Небо над Кокурой ясное Экипажу приказано сбрасывать бомбу только при наличии визуального контакта с целью Они могут заходить на цель сразу же, как только появится Биг-стинг Мы прибыли туда и ждали Теоретически мы должны были ждать 15 минут В это время в 276 километрах оттуда, в Нагасаки Десятилетняя Сакуи с сестрой и племянником Все еще находятся в укрытии Мы сидели на соломенных циновках И чувствовали большое облегчение 8 часов 50 минут Бокскар и Грейт Артист кружат уже 40 минут У Бокскара не работает насос перекачки топлива из резервного бака Поэтому его максимальная дальность ограничена Именно он несет на борту толстяка Драгоценное топливо уходит с каждой секунды ожидания Чего мы ждем? Хопкинс Биг-стинг все еще не появился? На борту Биг-стинга только съемочное оборудование Ждать его двум самолетам нет необходимости Суини принимает решение К черту, мы не можем больше ждать Он подает Грейт Артисту сигнал вперед Оба самолета берут курс на Кокуру Находящуюся в 390 километрах 9 часов 20 минут Два самолета приближаются к городу Когда мы подошли к Кокуре, погода начала портиться 9 часов 45 минут Чистое небо, о котором докладывали метеоразведчики час тому назад Затянули облака Суини дает сигнал заходить на бомбометание Не вижу цели Мы сделали 3 захода Но не смогли ничего разглядеть 10 часов 30 минут Суини отменяет удар по Кокури Прерванное задание стоило им 45 минут летного времени Джим, летим к запасной цели Нагасаки В 156 километрах Нагасаки Город, в котором живут Сакуи и Сумитеру Сколько у нас топлива? Только 5680 литров, сэр Этого хватит, чтобы долететь до Нагасаки И вернуться на базу Но только если самолет станет легче Они должны сбросить бомбу при любой погоде Эшвард, разрешите бомбардировку по радару Только Эшвард, как инженер, ответственный за вооружение Имеет право принять решение о радарной бомбардировке Да Это Нагасаки По радару или визуально, но мы ее сбросим 10 часов 56 минут Бокскар и Грейт Артист появляются в небе над Нагасаки Их замечают, но принимают за американские самолеты метеоразведчики Сигнал тревоги не звучит Для 270 тысяч жителей города продолжается обычный день Суини дает сигнал начинать заход на бомбометание по радару Но в последний момент Вот он, вижу город Он твой, Бихан Экипаж переходит к визуальной бомбардировке 11 часов 2 минуты Толстяк сброшен с высоты 8800 метров Оба самолета круто поворачивают, чтобы уйти от ударной волны Я слышал рокот самолета Я удивился, ведь тревога была отменена Я оглянулся и в этот момент Взрыв толстяка мощностью в 22 килотонны в тротиловом эквиваленте Порождает облако температурой свыше 4000 градусов по Цельсию И ветры со скоростями до 1000 километров в час Которые проносятся по городу Я громко закричала И не помню, что было потом Грейт Артист кружит над Нагасаки Фиксируя воздействие ударной волны И непосредственные последствия взрыва Мы все поднялись Посмотрели наружу и увидели это Гриб продолжал разрастаться, клубясь От его основания ввысь поднимался дым В Нагасаки мертвая тишина На площади в 6,7 квадратных километрах город превращен в груды мусора Свыше 40 тысяч мужчин, женщин и детей испепелены Еще 70 тысяч искалечены Я поднялся и посмотрел вокруг Всюду, где я проходил, дома были разрушены Кроме последнего, куда я принес почту Сакуи, находящаяся в укрытии, приходит в себя Туннель был заполнен людьми, у которых глаза выбило из глазниц И они болтались возле их носов Сестра и племянник Сакуи тоже выжили Ее мысли обращаются к матери Город усеян обожженными телами Это тело с золотым зубом, наверное, мама Подумала я Мама Я заплакала и прикоснулась к ее руке Но когда я дотронулась до нее, тело стало крошиться Сумитеру ищет помощи Он ступает по обожженной земле Я посмотрел на свои руки Кожа на моей левой руке от локтя до пальцев свисала лохмотьями Что-то черное прилипло к моим рукам Свыше ста тысяч человек погибли мгновенно при взрывах атомных бомб Сброшенных на Нагасаки и тремя днями ранее на Хиросиму В течение последующих месяцев и лет Еще тысячи японцев умерли от радиации Спустя пять дней после бомбардировки Нагасаки Президент США Гарри Трумэн созывает пресс-конференцию Сегодня я получил сообщение от японского правительства Я считаю его знаком полного принятия Потсдамской декларации В которой указано требование безоговорочной капитуляции Японии Война в Тихоокеанском регионе завершена Две атомные бомбы как будто сделали свое дело Америка настаивает, что они были необходимы Чтобы предотвратить наземную операцию против Японии Которая могла бы стоить десятков тысяч жизней американцев Эта точка зрения становится общепризнанной Но после десяти лет кропотливого изучения Американских, русских и японских архивов Историк и писатель Циёши Хосигава приходят к иному выводу Бомба была применена ради спасения жизни американцев И потому, как бы это ни было ужасно, это оправдывалось Но это миф Теперь, анализируя события тех роковых недель И тщательно просматривая архивные записи Мы раскроем подлинную историю бомбы И ее роль в капитуляции Японии И окончании Второй мировой войны Декабрь 1941 года Япония совершает внезапное нападение на военно-морскую базу США Пэрл-Харбор Погибают 2402 американских военнослужащих Это стало первым залпом войны Которой было суждено бушевать в Тихоокеанском регионе Четыре года Война унесла жизни двух миллионов японских солдат и мирных жителей И по меньшей мере 100 тысяч американских военных Американцы хотели закончить войну как можно скорее К концу 1944 года Американские войска овладели Марианскими островами Они получили аэродромы в пределах дальности полета бомбардировщиков От основной территории Японии Теперь они могли совершать опустошительные налеты на промышленные центры и густонаселенные города Более 60 из них были стерты с лица земли Американцы надеются, что это заставит Японию сдаться Вместо этого японцы принимают стратегию Кёцуго Стратегию тотальной войны Война Кёцуго была ужасна, потому что она превращала любого солдата Любого мирного жителя в камикадзе Замысел состоял в том, чтобы нанести урон Достаточно, чтобы сломить боевой дух американцев Американские военачальники понимают, что Кёцуго приведет к колоссальным потерям в случае наземного вторжения американцев Поэтому они решают применить бомбу Многие годы американцам внушали, что это был выбор между бомбой и наземной операцией И других вариантов попросту не существовало Это убеждение исторически ошибочно Историк Бартон Бернстайн полагает, что альтернатива была И состояла она в том, чтобы атаковать Японию с двух сторон Заручившись поддержкой сильного союзника С 1943 года американцы пытались убедить Советский Союз порвать пакт о нейтралитете с Японией Нападение одновременно со стороны Америки и СССР заставило бы японцев рассредоточить силы Вступление СССР в войну могло бы ускорить ее завершение и уменьшить потери американских войск В июле 1945 года президент Трумэн встречается с советскими и британскими союзниками в Потсдаме, побежденной Германии чтобы обсудить будущее послевоенной Европы и завершение войны в Тихоокеанском регионе Сталин раскрыл свой план вступить в войну с Японией к 15 августа Трумэн ожидает, что война окончится, как только Советский Союз вступит в нее В ту ночь он даже пишет в своем дневнике Сталин вступит в войну с японцами 15 августа Как только это произойдет, японцам конец Наземная операция против Японии становится реальной возможностью Америка получила то, чего добивалась Япония будет подвергаться ударам с двух фронтов Потери американцев будут сведены к минимуму Но Хосигава полагает, что когда Трумэн заручается поддержкой Советского Союза его гложат сомнения Ко времени Потсдамской конференции напряженность между Западом и Советским Союзом достигает высокой степени Дело касалось Польши и всей Восточной Европы После капитуляции Германии в мае 1945 года толпы советских войск находятся в Восточной Европе Они вопиющим образом захватывают огромные территории Восточную Германию, страны Балтии, Польшу, Чехословакию, Румынию и Болгарию Советский Союз становится сильным Слишком сильным для Америки Трумэн и его советники боятся, что если Советский Союз вступит в войну на Дальнем Востоке то он заберет себе и немалую часть Азии Трумэн оказывается перед дилеммой позволять ли Советскому Союзу вступать в войну Вступление Советского Союза безусловно сберегло бы жизни американцев Но платой за это была бы советская экспансия в Азию Трумэн оказывается в тупике У него есть союзник, но он не доверяет ему Однако он видит возможность закончить войну раньше вступления Советского Союза и в то же время показать ему, какой военной мощью Америка теперь располагает Атомным оружием Одна бомба уже готова Другую в этот момент испытывают в пустыне Нью-Мексико 21 июля Трумэн получает отчет об испытании Успех испытания превзошел все ожидания Трумэн ликовал С атомной бомбой он мог закончить войну и без Советского Союза Но чтобы достичь этого, Соединенные Штаты должны сбросить бомбу раньше 15 августа Дня обещанного вступления Советского Союза в войну Трумэн поручает своим помощникам издать Потсдомскую декларацию призывающую Японию к безоговорочной капитуляции под страхом совершеннейшего опустошения Япония игнорирует ее Начинается гонка между Советским Союзом и атомной бомбой 6 августа 1945 года Америка сбрасывает малыша на Хиросиму Тем временем Красная Армия продолжает стягивать войска к границе с Маньчжурией Сталин был шокирован известием о том, что американцы сбросили бомбу так быстро И он подумал, что все кончено Атомная бомба заставит японцев сдаться, и на этом все Он был удручен Товарищ Сталин, телеграмма Спасибо, Владимир Сталин полагает, что его планы экспансии Советской империи в Азию потерпели крах Но затем он получает срочную депешу из своего Министерства иностранных дел Япония просит помощи Советского Союза Япония все еще продолжает искать помощи Москвы в прекращении войны Для Хосигавы это депеша доказательство того, что бомбардировка Хиросимы не склонила Японию к капитуляции Для Сталина депеша спасительная нить Война на Тихом океане еще не окончена Он приказывает Советской армии немедленно вступать в войну 9 августа, в то время как приготовления к сбросу второй американской атомной бомбы идут полным ходом Полуторамиллионная советская группировка войск пересекает границу Маньчжурии Красная армия быстро подавляет сопротивление рассредоточенных японских частей В считанные часы японская армия оставляет маньчжурскую столицу Чанчунь Японское высшее командование проводит экстренное совещание в бункере под императорским дворцом Вступление в войну Советского Союза заставляет японских политиков Понять, что для них все кончено Косигава полагает, что в этот момент возможность капитуляции впервые стала рассматриваться всерьез Японская правящая Большая Шестерка состоит из трех голубей, партии мира, и трех ястребов, партии войны Несмотря на то, что японский флот разгромлен, авиация и армия несут тяжелые потери Сотни тысяч мирных жителей погибли от зажигательных бомб И при бомбардировке Хиросимы Япония отказывается капитулировать Каждый должен был принести себя в жертву войне Убьют плохо, но это война Однако камнем преткновения для Большой Шестерки остаются условия Америки Наше требование, которое остается незыблемым Безоговорочная капитуляция Они опасаются, что это будет концом императорской династии В которой были воплощены независимость и самобытность Японии Они видели в безоговорочной капитуляции падение императорской власти И не могли этого принять Большая Шестерка стремится сохранить императора и императорскую власть любой ценой Но ястребы и голуби используют для этого разные стратегии Партия войны планирует, применяя стратегию Кетсуго Нанести американцам урон, который заставит их отказаться от требований капитуляции Партия мира ищет посредничество Советского Союза Но с началом вторжения Советского Союза оба плана рушатся Вступление Советского Союза в войну полностью разрушило план партии мира Прекратить войну при его посредничестве Для партии войны оно означало конец надеждам отстоять Японию Так как страна не была готова к войне на два фронта Тем временем, пока Красная Армия наступает, бокс-кар поднимается в воздух Второй атомный удар будет нанесен К Токио партия войны по-прежнему упорствует Они с неохотой признают, что капитуляция, быть может, неизбежна Но она не может быть безоговорочной Для партии мира добавление условий к капитуляции было равносильно продолжению войны Так как эти условия никогда не были бы приняты Соединенными Штатами 10 часов 56 минут Бокс-кар и Грейт Артист достигли Нагасаки Они начинают заход на бомбометание В императорском бункере продолжаются прения Вот он, я вижу город Он твой, Бихан Спор между партиями мира и войны становится ожесточенным 11 часов 2 минуты Толстяк взрывается в 3 километрах над центром Нагасаки Спустя 30 минут Весть о бомбардировке Нагасаки достигает высшего командования Это не изменило развитие ситуации Партии продолжают спорить об условиях капитуляции Заседание откладывается Все выглядит так, будто партии войны снова удалось отсрочить капитуляцию Но Хосигава обнаруживает, что вторжение Советского Союза Оказало огромное влияние на партию мира Красная армия быстро приближается к японскому архипелагу Партия мира считает, что продолжение войны Может с большой вероятностью привести к падению императорской власти Коммунизм и императорская власть несовместимы В случае влияния Советского Союза Императорская власть будет в опасности Партия мира уверена, что более практичные американцы С большей вероятностью сохранят японского императора После капитуляции, чем революционные советы Они доносят эту мысль до единственного лица Которая может приказать армии сдаться До императора Но убедить его нелегко Он главное лицо японской военной компании Японских солдат учили сражаться за императора Биться насмерть, но не вывешивать белый флаг и сдаваться Понимание, что теперь ему придется вести речь о капитуляции Становится сокрушительным ударом для императора В 10 часов утра 14 августа Высшее командование вновь собирается в императорском бункере В этот раз в заседании участвует сам император Япония капитулирует, безоговорочно Я решил принять Потсдамскую декларацию Это становится ударом для партии войны Император обычно бывает на стороне своей верной армии Император рассудил, что если он примет позицию военных Это приведет к краху династии 15 августа 1945 года император Хирохито Объявляет о своем решении народу Несмотря на то, что каждый делал все возможное Мы приняли решение освободить путь для великого мира Для всех будущих поколений Перенося то, что нельзя перенести И терпя то, что превосходит пределы терпения До сега бы полагать, что сдаться Японию Убедил не ужас атомных бомбардировок Но угроза советского вторжения Вступление Советского Союза в войну Заставило императора осознать Насколько опасно ее продолжение Для Бартона Бернстайна это делает сброс Второй атомной бомбы на Нагасаки Уже после вторжения Советского Союза Трагическим и бесполезным актом Бомбардировка Нагасаки Ни на йоту не приблизила капитуляцию Японии Бомба была сброшена впустую Но от нее погибли 60-70 тысяч человек Теперь, изучив архивы Мы можем выделить цепь событий Которая привела к сбросу Второй американской атомной бомбы На Нагасаки 19 дней до катастрофы Город Нагасаки Избавлен от бомбардировок Зажигательными бомбами В то время как Сакуи и ее сестра Крепко спят Президент Трумэн получает отчет Утверждающий, что Америка Располагает действующим атомным оружием Бомба спасет жизни американцев Но уничтожит тысячи японских мирных жителей Однако, похоже, это мало кого волнует Если просмотреть архивы В них не найдется ни единого свидетельства о том Что Трумэн, военный министр Стимсон Или кто-либо из приближенных этих двух людей Хоть раз задался вопросом А нужно ли вообще применять атомную бомбу? 6 августа 1945 года Три дня до трагедии в Нагасаки Первая американская атомная бомба Сброшена на Хиросиму В одно мгновение были уничтожены 80 тысяч человек Два дня до трагедии в Нагасаки Японское руководство все еще надеется дождаться того Что Советский Союз выскажется за прекращение войны И отказывается от капитуляции Сохранение императорской власти Остается для них главным приоритетом Так же, как и американцы Они не считаются с мирным населением Японии Когда дело касалось армии То, что гибнут мирные жители Не имело никакого значения 12 часов до катастрофы Советский Союз отклоняет просьбу Японии О посредничестве И объявляет войну 9 часов до катастрофы Хотя вторая атомная бомбардировка Не является необходимой Суперкрепость Бокскар Взлетает с аэродрома Тиньян Неся на борту атомную бомбу Толстяк Весом в 4,9 тонны Назначенные цели Кокура Или Нагасаки Ужасающее число невинных жертв Становится неизбежностью Но для Соединенных Штатов Теперь главное испытать новое оружие И сохранить превосходство Над Советским Союзом К 1945 году Вторая мировая война Стала фактически тотальной войной В ней постепенно стерлись Ограничения на применение оружия Против мирного населения После многих лет Ожесточенной войны Чувство человечности У участников каждой из ее сторон Как будто исчезло Семь минут до катастрофы Бокскар заходит на бомбометание Над Нагасаки Толстяк отделяется от самолета Спустя 43 секунды В 11.02 Толстяк взрывается над Нагасаки 40 тысяч человек погибают за несколько секунд Многие тысячи Умирают позднее от радиации Для выживших Таких как Сакуи и Сумитеру Жизнь превращается в ад Вскоре от нас стали шарахаться Люди говорили слова вроде «Вы не чисты, не подходите к нам» «Дважды или трижды я вставала на рельсы Перед поездом, но всякий раз отпрыгивала Я должна жить дальше, даже если все отвернулись от меня Потому что если я уйду из жизни Никто не положит цветы на их могилы Нет никого другого, кто пережил бы Прямое воздействие атомного взрыва У меня были жуткие раны Я три года и семь месяцев был в больнице Мне необходимо видеть своими глазами Конец эры атомного оружия Я обязан дожить до него В настоящий момент Девять стран располагают атомным оружием Включая государство изгою Северную Корею И пребывающие в непримиримой вражде Индию и Пакистан Мировые ядерные арсеналы Насчитывают около 20 тысяч единиц боеприпасов Этого более чем достаточно Чтобы несколько раз уничтожить все человечество Программа озвучена студией Арк-ТВ Текст читал Михаил Тихонов Текст читал Михаил Тихонов